Иран нанес ракетный удар по объектам США и Израиля в Ираке. Удары пришлись на американскую авиабазу Харир и международный аэропорт Эрбиль в Ираке, сообщают СМИ. И хотя Штаты отреагировали на произошедшее сдержанно, а Израиль молчит, многие считают данное событие опасным. В Иране заявили, что это мезотеракт в Иране на кладбище в годовщину убийства спецслужбами США и Израиля главы операции Ксир генерала Сулеймани. Мы видим, как планомерно весь регион Ближнего Востока втягивается в опасное противостояние, в опасную эскалацию, которая грозит войной, подчеркнул начальник информационно-аналитического управления администрации президента политолог Юрий Вазагов. Кроме того, по словам Вазагова, речь идет о том, кто будет доминировать в регионе Ближнего Востока. И последние события показывают, насколько же ослабло американское влияние. «Мы, в принципе, в очередном раз видим, что своего рода определенное, я бы сказал, табу, которое лежало относительно атак на американские объекты, оно давно уже снято. Сейчас американские объекты, значит, военные базы и так далее, и так далее, они регулярно подвергаются ударам со стороны не только как бы Ксир, но и других формирований, которые в той или иной степени связаны с ними или находятся в союзнических отношениях». В настоящий момент известно об ударе по базе в Эрбиле, полном уничтожении строящегося консульства США, также в Эрбиле и поражении местного штаба Курской службы безопасности. Местные власти сообщили о четырех погибших и шести раненых. Некоторые из раненых в критическом состоянии. Иран официально взял на себя ответственность за подобные акции. Однако это не отменяет продолжающуюся эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Войны 21 века имеют уникальную особенность, которая помогает избежать совсем катастрофичных вариантов развития событий. И все же надежда на то, что крупные державы так или иначе смогут договориться, пока есть, отмечает Юрий Вазагов. «В целом вся эта эскалация больше отвечает интересам тех властных группировок в Соединенных Штатах и в той же Британии, которые заинтересованы в сохранении либо прежнего доминирования, либо же в исключении ситуации, когда это доминирование перейдет к их оппонентам, в лице России, Китая и других стран. Поэтому вот это перезагивание каната, вся эта усиливающаяся геополитическая конкуренция, она, конечно же, чревата возобновлением конфликтов, которые прежде как бы находились в замороженном состоянии». Иран показал, что готов отвечать напрямую, без посредников и дипломатических экивоков, самостоятельно нанося удары по базам враждебных государств, и, надо отметить, делает это не в первый раз. Яна Плива, Сармат Гузитаев, информационный выпуск «Сегодня».